2 февраля в Ленево состоялась 17-я внеочередная сессия Совета депутатов поселка. На повестке дня значилось три вопроса организационно-правового характера. Несколько тем обсудили вне повестки дня. Сессии Совета депутатов предшествовала работа комиссии. Первый вопрос на повестке дня касался внесения изменений в решении Совета депутатов о бюджете поселка на текущий год и плановый период 2023 и 2024 года. Напомним, что бюджет был принят в декабре. Нынешние изменения возникли вследствие проведенной операции по продаже нежилого имущества, ранее находящегося на балансе поселка. Поступившая сумма пополнила наш бюджет. В доходную часть бюджета на сегодняшний день поступили денежные средства от продажи нежилого помещения. 504 713 рублей 26 копеек. Также будут восстановлены остатки из 2021 года в размере 3 350 828 рублей 84 копейки. Данные средства будут распределены в расходной части следующим образом. На переуточнение контракта 2021 года, во-первых, по строительному контролю по газу 155 600 рублей будет направлено. На коммунальные услуги 9 600 рублей. Выделяем денежные средства КУК ЛДК в размере 227 100 рублей на переуточнение контракта по тепловой энергии. Выделяем денежные средства в сумме 500 000 рублей на разработку смертной документации и установку фольтера на водопроводе на площадках ТАСЭР. Выделяем денежные средства на покупку автомобиля и ремонт кабинета в администрации рабочего поселка Линёва 2 100 000 рублей. Выделяем денежные средства 300 000 на покупку светильников уличного освещения. Мы должны восстановить акции с 2021 года в сумме 469 642 рубля 10 копеек. И также мы поставим денежные средства на софинансирование строительства автомобильной дороги на инвестиционную площадку. Вторым вопросом в повестке дня означалось утверждение структуры администрации Линёва. Глава поселка, присутствующий на сессии, заявил, что в структуре грыдут изменения. Депутаты поддержали перспективный план работы Совета депутатов на 2022 год. Грамотно составлен и детально проанализирован он был заранее. На сессии обсудили еще одну актуальную тему – коронавирусная инфекция. О ситуации в Линёве рассказала главврач Линёвской районной больницы Оксана Смирнова. «Уже идет вовсю пятая волна. Мы это не просто видим, мы это ощущаем, потому что мы работаем практически в круглосуточном режиме. И, наверное, хотелось бы разъяснить и депутатам, и особенно тем, кто работает с людьми и встречается часто с людьми. Первое, что хочется сказать у нас на сегодня – высокий рост детей. Это больше 120 детей с ковидом и больше 60 по контакту, больше 420 взрослых по ковиду и больше 300 по контакту. То есть вы представляете, какой объем людей? Значит, люди на самоизоляции сидеть не хотят. Они ходят спокойно по магазинам, говорят, доплевать мы хотели на маски и прочее. То есть люди, изначально зная, что у них ковид положительный, абсолютно не хотят соблюдать никакой режим. Это первое. Второе. Про вакцинацию. Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области проведен анализ, предоставленный Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, информация о проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции в управляющих компаниях и товариществах собственников жилья, в ходе которой установлено, что из 200 управляющих компаний 89 организаций не выполняют постановление Главного государственного санитарного врача. Коллективный иммунитет в организациях ЖКХ составляет в целом менее 50%. Просим отреагировать и принять меры. Редактор субтитров А.Семкин